Мы уйдем к нашей рубрике, которая называется «Советский чемодан», и давайте узнаем, что же сегодня мы достанем из этого прекрасного советского чемодана. Это будет сумка, кошелек, вот этот предмет, я помню из детства. И вечный пакет. Что это? Что это? Я сам не знаю. Давайте смотреть. Нас продолжает радовать чемодан эмоций. С удовольствием достаю этот экспонат, в преддверии Нового года особенно. Судя по раскрасу, конечно, что-то связано с этим ярким праздником. Но на самом-то деле это не что иное, как сумочка, женская сумочка. Может быть, она и муской могла быть тоже, но почему-то кажется, что все-таки это женская. Вот так вот просто. Так все просто. Кошелечек превращался, скажем так, в большое-большое-большое такое вот приспособление для переноски чего-либо. Опять же, это ткань баллони, но, обратите внимание, застежка молнии. Принты, как говорят, природного направления. Снегири, сюжеты зимние, ручки пластмассовые, но гибкие, очень удобные, очень даже удобно ложатся в руку. И я думаю, что килограмм пять, но не картошки. Вряд ли кто-то носил картошку. Картошку сейчас носят в них. До сих пор можно в Санкт-Петербурге увидеть людей, которые медленной походкой что-то несут в такой сумочке. И иногда я внимательно смотрю, кстати, что в руках у людей. И несколько раз мы просто обращались к людям, которые что-то несли. Например, сумка с олимпийской символикой, она к нам попала именно, когда мы увидели, что человек в ней нес какие-то железяки, тащил из гаража. И когда он узнал, что это музей, он с гордостью распрощался с этой вещью, и мы ему купили другую сумку тут же в соседнем магазине. Многие предметы, которые вообще изначально были произведены как одноразовые, они таковыми не были в нашей стране. И в качестве примера я хотел бы показать вот такой полиэтиленовый пакет. Это была модная тема, музыка. Это могла бы быть и группа Абба, это, конечно, мог быть и какой-то персонаж Супермен. Но в данном случае у нас вот такой пакет. В основном это все везлось из-за границы. Моряки это везли и старались привезти пакеты, потому что стоимость полиэтиленового пакета, она была на самом деле невообразимой, колоссально дорогая по сравнению, сколько сейчас он стоит. И всеми путями старались продлить жизнь полиэтиленовому пакету. То есть обклеивали ручки, внимание, не скотчем, липкой лентой. Слово скотч тогда не было. И была еще следующая стадия, это когда уже обклеены скотчем, липкой лентой, простите, ручку прошивали на машинке зигзагом, чтобы укрепить ручку. Но самые-самые-самые, скажем, смекалистые люди, они практически дарили пакету вечную жизнь. И делалось это таким образом. Вовнутрь пакета вставлялась сумочка. И когда мы показываем этот экспонат, многие люди просто вспоминают и говорят, ну надо же, какие сумки, ну как это все было. Ну как бы слишком просто. И я думал, что это наш символ до одного момента. В Париже года два назад на блошином рынке я купил похожую авоську, сумку. И парижанка, которая продавала, такая была, в годах уже была, она сказала, что это чисто французская сумка. И я даже не знаю, что теперь рассказывать о ней. То есть это французское заимствование. Я вам скажу, что по качеству она превосходит, превосходит оригинал. Потому что у французской сумки ручка из проволоки такой какой-то, п-образно согнутой проволоки. А здесь идет довольно эргономичный пластик и очень-очень крепко приделана к самой сумочке. И никто никогда не видел оторванных ручек на такой сумке. Это было невозможно.